На востоке Украины построят две новые трассы, обещает премьер Владимир Гройсман. Сегодня он проверил, как идет реконструкция одной из дорог и строительство метро в Днепре. Поговорил с бизнесменами города, но больше всего премьера интересовала подготовка к новому учебному году. В Днепре он провел селекторное совещание, собрав всех губернаторов. Все подробности расскажет Елена Миндалюк. Разговор с губернаторами о подготовке к учебному году. Премьер начался в дошкольных учреждениях, желающих оформить ребенка в детский сад в Украине. Около 65 тысяч, но мест на всех не хватает. Особо остро эта проблема стоит в Луцке. 220 тысяч, тысячу детей стоит в черве. Так, но в свой час было проведено перепрофиливание многих детских садочков. Вы мне не причины. Вы мне четко готуйте спільно с местной владой. План, каким образом вы используете возможности децентрализации. Гроши у вас на местах есть. Я вам на цифрах это доведу. Просто эти деньги нужно дать детям. Все. Из хорошего учителям повысили заработную плату на 50%. А воспитатели и преподаватели профучилищ надбавку к окладам получат уже в сентябре. Вот только удержать их все равно очень сложно, сетует глава Закарпаття. В области есть школы, где осталось 2-3 учителя. Из Закарпаття массово выезжают вчители. Значит, в Угорщину, Словаччину, Румунию, Чехию. Значит, это законоперное прагнение людей. Мы не можем ее остановить, найти хорошее житие и найти хорошее зарплату. Есть проблемы и с высшим образованием. В этом году вступительная кампания знаменовалась скандалами. Из-за сбоев в работе, электронной базы, многие бетриенты не досчитались баллов. А из-за так называемого сельского коэффициента в УЗы не прошли выпускники городских школ с высокими баллами. А тут еще и Минфин выступил с предложением урезать количество студентов, получающих стипендии. Пример объясняет, платить студентам будут больше, но только тем, кто это заслужил. Безоперечное. Мы зацикавлены в том, чтобы увеличивать размер академических стипендий. Ты учаешься, маешь хорошие навыки, знания, маешь отримовать подвышенную стипендию. По всем категориям стипендий, мы стипендии в этом году подвышили. Есть социальные стипендии. Это тоже не нужно забывать, что есть молодые люди, которые живут в важных условиях. Но это вопрос социального защиты. Это было без журналистов и под занавес совещания. Неприятный инцидент. Премьер отчитал зама главы Черниговской области за невнимательность и предложил ему уволиться. Повторите, пожалуйста, что я сказал остальник. Вы говорили за конференцией, чтобы на всех серпневых конференциях были главы администрации и мэри МИС. Вы первый заступник кого? Главы областной администрации. Вы не уважно слушали, что сказал премьер-министр. Премьер-министр говорил о национальной экономике. Я думаю, что вам нужно принять решение и найти в себе другую работу. Владимира Гройсмана интересовали не только вопросы образования, а проверил и как осуществляется ремонт трассы Борисполь-Днепропетров-Заборожье. И пообещал уже в этом году выделить 230 миллионов гривен на строительство обездной дороги. Елена Медлюки, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.